И вот они попали в окружение, отстреливаются, конечно. И вот он пишет, смотрю, говорит, один из тихеевских, из братьев под танк попал. А один побежал, и его пуля догнала. Вот двое как бы погибли. О братьях своего отца Елизавета Тихеева вспоминает каждый раз, когда пролистывает старые семейные альбомы. Из четырех сыновей многодетной бурятской семьи домой вернулся только Алексей. Василий, Николай, Иннокентий так и остались лежать на полях сражений нашей необъятной родины. После войны Тихеевы перебрались в большой деревянный дом, на котором сейчас красуются ветеранские звезды. Но старое жилище пока не сносят. Оно как памятник материнской любви. Бабушка Елизавета Алексеевна у этого окна ждала сыновей, ушедших на фронт всю свою жизнь. Дождалась только младшего. Когда 9 мая, он всегда плакал. Выпьет, как говорится, он говорил, 100 грамм фронтовых. Он больше это и не пил. И плакал всегда. Хотя бы один вернулся бы, хотя бы один. И сколько нас было бы, да, поколений-то Тихеевских, сколько было бы. Обелиск памяти воинов Великой Отечественной – неизменное место сбора всех жителей поселка Одинск. Ежегодно 9 мая к нему приходят несколько сотен человек. Здесь все могут найти знакомые фамилии. Война коснулась каждой семьи. Из 105 воинов домой вернулась лишь половина. Баиртов Семен Батарович и его супруга Баиртова Александра Павловна. Они познакомились на войне и поженились после войны. У них родилось четверо детей. Прожили, конечно, долгую жизнь. Но на сегодня их никого не осталось. В эти дни в городе Жуковском идут заключительные работы по оформлению памятника воинам-победителям-первостроителям Ангарска. Людям, которые, едва глотнув мирного воздуха, в гимнастерках и шинелях приступили к строительству молодого сибирского города. Среди них были и жители поселка Одинск. Плечом к плечу, как в годы войны, русские и буряты рыли котлованы, поднимали в воздух многотонные плиты будущих многоэтажек. Подвиг бурятского народа в строящемся монументе отразил и скульптор Евгений Ставский. На 28 мая намечено торжественное открытие главного городского памятника. Однако необходимая для завершения строительства сумма до сих пор не набрано. Перечислить деньги можно с помощью СМС-сообщений. А 26 апреля на телеканале «Актис» пройдет благотворительный телемарафон в пользу окончания строительства ангарского памятника. Принять участие могут все желающие. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время.